Спасибо, Оля. Стоит добавить, что администрация города силами сторонних организаций уже неоднократно устраняла аварийные ситуации в доме 75 на улице Челюскинцев. Кстати, подробнее о бездействии управляющей компании Прикамье-сервис вы можете узнать в одной из серий самого скандального проекта на Своё ТВ «Пара ласковых». Нужно лишь отсканировать QR-код, который сейчас на экране. В следующий понедельник в эфире Своё ТВ вы увидите новую серию телепроекта. В этот раз Ольга Распономарёва столкнулась с очень тяжёлой семейной проблемой. Моя сестра, родная, младшая, родила ребёнком. Но до этого она употребляла наркотики и всю беременность употребляла наркотики. И когда родила, оставила ребёнка в роддоме. Но на следующий день она ушла из него самовольно, ребёнок остался в роддоме. К нам в редакцию обратилась девушка, лицо которой мы не можем показать из-за юридических нюансов. Она несколько лет воспитывала свою племянницу. Занималась её подорванным ещё в утробе матери здоровьем. Малышка стала называть опекуна «мама». Но биологическая мать всеми силами пытается вернуть ребёнка себе. Вечером того же дня она позвонила мне и уже в таком тоне хозяйки положения говорит, в общем-то я забираю ребёнка. На чьей стороне органы опеки и что решил суд? И как психологически справиться с такой тяжёлой жизненной ситуацией? Мы расскажем вам уже в ближайший понедельник в 19.30. Не пропустите. Продолжение следует...